слава богу я да друзья сегодня у нас утренняя молитва трансляция с утренней молитвы приветствую всех с города кривого рога город кривой рог слава богу спасибо господь за это доброе утро сегодня утром я молюсь о семинаре предстоящем сегодня да вот я в общем то сегодня начинаю как раз семинар посвященный свободе такой освобождению от религиозного культизма посвященный как раз именно ну главной теме моей наверное как православного реформатора моего служения да она большей частью как раз вот посвящена вот теме освобождение свободы от всякого рода вот этой бесовщины всякого рода религиозного культизма вот и сегодня начало семинара я таком в трепетном таком волнении пред богом вот и молитве сегодня прошу ваших тоже молитв друзья поддержите меня в молитве вот сегодня завтра послезавтра шалом мир усим святым божиим аминь 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 аллилуйя слава богу да приветствую всех кто подключается кто подключился доброе утро всем слава богу доброе и благословенное утро всем вам друзья братья и сестры слава господу сегодня здесь в кривом роге молюсь о духовном пробуждении и земли этой криворожеской да значит кривбас что весь был покрыт вот этим духовным пробуждением таким дух святой чтобы изливался изливался здесь в кривбасе с невероятной силы не бывало силы вот сюда тоже шла война но по милости господне вот бог сохранил эту землю от войны вот церкви молится здесь межцерковно рада ну скажу одна одна из одной из самых таких наверное активных вот таких церковных межцерковных таких объединений криворожеская межцерковная рада и в нее входят фактически все кроме сектанских таких церквей настроенных там как бы то есть кроме тех кто таких мало здесь уже стало слава богу кривом роге которые считают что лишь у них спасение только лишь у них бог вот такого сектанского типа церкви единичные они вот как бы в стороне стоят это московского патриархата в основном церкви православные вот и все а все церкви остальные они вместе шалом пусть святой дух дух любви и благодати господству на конференции аминь 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 вот это действительно как конференции будет это семинар но он действительно в таком формате конференции и потому что он межцерковный и он такой общий христианский то есть верующие разных там конфессий разных динаминаций будут вместе вот на служение будет сегодня этот семинар эта конференция это на улице владимира великого 69 улица владимира великого 69 вот так что добро пожаловать друзья я там даже выставил тоже значит видео которое записывал вчера позавчера вот сегодня утром рано засветло загрузил эти видео вот и благ господь и милость его вовек милость господне вовек аминь 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 доброе утро да кто подключился кто подключается доброе утро благоставляю всех вас благоставляю свой дом сегодня супругу детей внуков благоставляю во имя господне во имя иисуса христа аллилуйя аллилуйя спасибо тебе господь спасибо тебе за все да благословить тебя господь и сохранить тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Боже, благослови Господь сегодня, благоставляю свой дом, благослови Господь супругу мою, детей, внуков, благослови Господь всех братьев, сестер, их родных, ближних Господь, их дома. Благослови Господь наши дома сегодня этим утром. Аллилуйя. Благослови Господь сегодня вот это хлебопреломление, причастие в Харистию. Благослови сегодня, Боже, и ты благословил уже таких, потому что ты и вчера, и сегодня, и вовеки ты тот же. Аллилуйя. Аминь. Благослови Господь Кривой Рог Божий. Пусть здесь действительно вот это духовное пробуждение, оно еще больше и больше набирает силу. Верующие разных конфессий, разных деноминаций, пусть прославляют Господа Иисуса Христа. Пусть имя Иисуса сияет здесь в Кривбасе. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Благослови Господь Кривой Рог. Благослови Донбасс, благослови всю Украину. Пошли в свой мир, в свой шалом, Господь Божий, в свой духовный еще больше и больше пробуждений, Господь. Слава тебе. Я благодарен тебе за то, что уже совершается Господь на нашей земле. И благодарен за то, что ты еще будешь совершать, Господь, еще больше чудес, еще больше и больше чудес своих. Слава тебе. Пусть сердца людские будут больше и больше открыты для твоих чудес. Боже, пусть мое сердце, наши сердца будут открыты для этих больших, еще и больших чудес, Господь твоих. Слава тебе. Аминь. Аминь. Роман пишет, да. Аминь. Так и есть на самом деле. Вот. И молюсь эти дни. Всю неделю. Всю неделю молюсь. Ну, почти неделю уже здесь я. В конце прошлой недели приехал как раз сюда, значит. И уже в воскресенье проповедовал в церкви. Вот. Знамя любви. Тоже видео выставил уже на YouTube. На канал YouTube. Поэтому можете уже посмотреть на этом канале уже. Вот. Это видео. Вот. Слава Богу. Хорошая церковь. Я там уже не первый раз уже. Вот. И да вообще с Кривбасом у меня много что связано вообще в жизни, в моем служении. Вот. В Кривой Рог я приезжал, ну, первый раз 20 лет назад. Уже больше даже. Уже больше 20 лет я знаком с Кривбасом. Уже больше 20 лет уже. Кривой Рог, весь этот район, регион. Ну, и вся Днепропетровская область. Я даже сюда приезжал, по-моему, даже раньше, чем в Днепр. В тогдашний Днепропетровск. Вот. Слава Богу. И здесь молился тоже в разных церквях. Проповедовал. Свидетельствовал тогда. Вот. И сегодня, сейчас. Эти дни вчера, позавчера проповедовал в этих центрах реабилитации. В понедельник на самом севере Кривого Рога. Севгок называется. Севгок. Горно-обогатительный комбинат. Северный. Севгок. Там центр реабилитации. И даже не один. Вот. Там на служении, на таком собрании было сразу... Братья были с двух центров реабилитации. Вот. А вчера на юге, в Латовке, там было служение. Латовка, это, ну, короче, на самом юге, там, Кривого Рога. Вот. И слава Богу Всемогущему. В эти дни я молюсь здесь. Я сейчас в 95-м квартале. Знаменитый уже стал 95-й квартал после, значит, вот, первого тура выборов. Вот. 95-й квартал это теперь уже историческое место. По-любому. Я не знаю, какой будет там второй тур этих выборов, кто победит. Вот. Но уже после первого тура 95-й квартал Кривого Рога стал уже историческим местом. О нем раньше, ну, многие знали. А сейчас еще больше людей узнало, конечно. Даже за пределами Украины. Далеко-далеко за пределами Украины. Потому что многие люди следят, молятся. Следят за выборами в Украине. Молятся с разных стран мира, с разных континентов. Австралия, Америка, Северная, Южная, Африка. Тоже. Я тоже на 95-м живу. Двиченко Света пишет. Да. Слава Богу. Так что вот так вот. Вот. И вот 95-й квартал. Привет вам с 95-го квартала. И надо еще вот отдельное видео записать, кстати. Здесь вот недалеко как раз там такая надпись. Такая. Какой-то торговый центр написано. 95-й квартал. Вот. Надо будет там записать видео. Будет. Вот. А вообще сегодня еще общение будет тоже и с пастором Валерием. Епископ Валерий Григораш. В общем-то это епископ объединения церквей. Дом Хлеба. В общем-то. Который меня и пригласил. В этот раз снова посетить Кривой Рог. Будем общаться сегодня. Еще до семинара. Вот. До 6 вечера. И даже запишем некоторые видео с ним. Я так понимаю. Потому что у него есть программа. Такая. Вот. Пасторские истории. Ну даст Бог. Расскажу пару историй таких. Интересно. Слава Богу. Спасибо Господь за доброе утро. Благодарю тебя. Милостивый Царь. Великий Государь. Слава тебе. Спасибо. За милость и благодать Твою. Благодарю тебя. За все. За все. Благодарю тебя. Благословен Бог наш. Всегда, ныне и пресно. И во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Царю небесный. Царю небесный. Утешитель. Дух истины. Ты, что везде пребываешь. И все собою наполняешь. Сокровищница благ и жизнеподателю. Ты пришел и вселился в нас. И очистил нас от всякой скверны. И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный. Хвала тебе. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный. Хвала тебе. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный. Хвала тебе. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Благодарю тебя за это доброе утро. Боже, здесь, в Кривом Роге. Восхваляю тебя в этом городе, Боже. Городе, Боже, где рада церквей. Межцерковная рада это молится. Верующий разных конфессий, разных деноминаций. Благодарю тебя, что всякого рода сектанство падает здесь уже. Уже пало и падает. Господь, всякое сектантское мышление уходит в прошлое. Во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, что межцерковная рада, Криворужская, она собирается вместе. Верующие разные конфессии, протестанты, православные, католики. И вместе молятся, и вместе делают здесь великие дела Твои. Боже, спасибо. Пусть еще больше совершится деяний Духа Святого, Господь, через межцерковную раду. Господь, и здесь, в Кривом Роге, в районе, в области, и по всей Украине. Во имя Иисуса Христа. Господи, благослови. Благослови, Святой Боже, сегодняшним утром, Господь, в Божьей церкви, в христианской церкви здесь, Боже, в Кривом Роге, еще больше и больше открываться для Твоего Духа Святого, для деяний Твоих, Господь, слава Тебе. Пусть, Господь, на улицах и площадях этого города славится имя Иисуса Христа. Боже, не пристанно, Боже, слава Тебе. Слава Тебе и хвала, Господь. Благодарю Тебя, что защитил Ты, Господь, Боже, тогда, пять лет назад, эту землю от войны, Господь, и защищаешь до сих пор, Господь. Но прошу Тебя, Господь, о мире для всей Украины. Не только для Кривбаса, но и для Донбасса, и для вообще всей Украины, Господь. И мира не только как отсутствие войны, Господь, но мира с Тобою, мира в Тебе, Господь. Духовного пробуждения в первую очередь, еще большего и большего, Господь. Пусть миллионы душ обратятся к Тебе, Богу Живому. Да познаю Тебя, Господь Божий, Бога Святого, Бога Истинного, Бога Живого, и Тобой посланного Иисуса Христа. Да примут эту жизнь вечную, благодатную жизнь вечную, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Благоставляю Кривбас, благоставляю, Господь Божий, кривой урок сам город, Господь Божий, во имя Иисуса Христа, близлежащие села, города, латовку благостави, Господь, вчерашнее там, Боже, служение я Тебе в славу, воздаю, Господь, за это вчерашнее собрание, и всех братьев там, Господь Божий, благостави, Господь Божий, их реабилитацию, восстановление, Господь, совершать чудеса, знамения, во имя Иисуса Христа, болящих, исцели, Господь, прямо сейчас прикоснись, Господь Боже, тем, кто в недуге там, Господь Боже, сейчас нуждается в твоем сверхъестественном прикосновении и исцелении, Боже Всемогущий. Слава Тебе, слава Тебе и хвала Господь. Благословен Господь. И там на Севгоке Божий, в этих рефцентрах Божий, братьев благостави сейчас, утеши Господь Божий, тоже прикоснись Господь Божий тем, кто сейчас нуждается, а многие из них нуждаются сейчас в исцелении Твоим Божественным, в восстановлении Господь Божий. Благостави Господь их Божий во имя Иисуса Христа. Благоставляю и на Севгоке, и в Латовке, Божьей, эти центры реабилитации сейчас благоставляю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И весь кривой рог. Аллилуйя. Благостави, Господь. Аллилуйя. Слава на веки Богу Всевышнему. Роман пишет. Аминь. 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 Да, братья и сестры, благоставляю. И сегодня совершаю тоже причастие. Евхаристию. Хлебопреломление. У меня приготовлен здесь виноградный сок. В воскресенье мне передали такую баночку. Да, виноградный сок. Домашний свой виноградный сок. Местный. И у меня хлеб. И Господь благоставит. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо тебе, Святой. Спасибо. 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 Пусть Господь благоставит. Сегодня это хлебо, преломление, причастие тела и крови Господа Иисуса. Я без этого не представляю себе вообще жизни христианской, без этого размышления о теле и крови Христа. И знаете, тем более вот эта тема, которую сегодня я начинаю делать семинары, этой конференции, именно религиозный оккультизм, свобода. Буду говорить о свободе, об освобождении от религиозного оккультизма. И не просто об истории оккультизма религиозного в православии, вообще в христианстве в целом. Вот. Не только о путях выхода из религиозного тупика этого, от общения, переход такой, исход от общения с бесами к общению с Духом Святым. Вот. Очень важный переход, очень важный исход. Но не только буду говорить об этом, но и молиться. А что есть молитва наша об освобождении без крови Христа, без размышления о теле и крови Христа? Ничто. Потому что силою возлюбившего нас Господа мы совершаем эти деяния. Изгоняем бесов, исцеляем больных, воскрешаем мертвых, совершаем деяния. То, что Господь говорил. Потому что тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. И сам Господь Иисус Христос, он действительно несет освобождение людям, тысячам и тысячам людей. И молюсь сегодня за кривой урок, за верующих разных конфессий, разных динаминаций. Пусть сила крови Иисуса Христа действует в нас сегодня. Аллилуйя. Аллилуйя. Тем более первый вечер и самое первое, вот как раз, ну каждый вечер планирую начинать, как раз, братья и сестры, вот с того, чтобы, призыв к покаянию, призыв к примирению с Богом. Потому что без этого, ну, там разные же люди будут приходить на семинар, и обычно приходят, собственно, очень разные люди. Религиозные, нерелигиозные, верующие, неверующие, по-всякому, инаковерующие, там всякие-всякие люди. Вот, и признающие Иисуса Господом, не признающие Его, любящие Господа, нелюбящие Господа, разные-разные люди. Вот, и действительно хочется, чтобы и эти семинары, вот эти все три вечера, предстоящие, сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний вечер, чтобы они послужили действительно таким толчком к духовному возрождению, перерождению толчком и моментом, истинным моментом спасения для тысяч людей. Слава Господу! Во имя Иисуса Христа! Да, да, если кто будет приезжать, то приезжайте заранее, я постараюсь тоже как раз, да не то, что постараюсь, я буду там раньше, вот, на Владимира Великого 69, если будете раньше, то подойдите, пообщаемся как раз, вот, и помолимся, вот, и там за час, по-моему, уже будет уже молитва, уже, насколько я помню, вот. Вот, и с пастором Валерием, как раз мы тоже там будем молиться, общаться, вот, но мы еще и пораньше еще. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Святой, Великий Бог Израиля, спасибо Тебе за милость и благодать Твои, благодарю Тебя, благодарю Тебя за все, спасибо, спасибо, спасибо. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Преломляю хлеб, рассуждая о теле и крови Христа, кровь Христа, тело Христа, великое таинство, совершаемое уже два тысячелетия, великое таинство веры. Размышляю об этом сегодня вместе с вами, друзья, кто подключился в прямом эфире, кто сейчас размышляем о теле и крови Иисуса Христа, нашего Господа Спасителя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. За жизнь вечную, бесконевечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь, благодарю Тебя, Иисус Христос Спаситель мой, благодарю, о Дух Святой, Ты мой Герой. Ты всегда со мной, утешитель мой, утешитель, 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 утешай народ сегодня, утешай народ сегодня, благословенный Бог. За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю, я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя, мой Бог, за все, за все благодарю. Благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за великую тайну, тайну величайшую, тайну Твоей любви. Боже, человеческому уму и ангельскому уму поистине непостижимую Твою любовь. Это таинство Твоей любви. Ибо так-то возлюбил мир, свое творение, всех нас, все и вся. Всех и вся. Боже Всебогущий, что отдал самого себя. Отдал самого себя на распятие, отдал самого себя на крест, отдал самого себя на страдания, на позор, чтобы примириться с нами и чтобы примирить с собой весь мир. Бог во Христе примирил с Собою мир. Величайшая тайна, величайшее таинство. Спасибо Тебе, Господь. И в хлебопреломление, в причастие тела и крови Твоих, Боже, размышляю об этой тайне, постигаю эту тайну шаг за шагом, погружаюсь в Тебя, в океан Твоей любви. А Ты, погружаясь в меня, познаешь меня. Погружаясь в меня, ты познаешь меня. И познал Господь своих. Величайшее таинство, познание, Бога познание и человекопознание. Богачеловекопознание, человека Богопознание, величайшая тайна. Бога, человека, познания И человека, Бога, познания Величайшая тайна во вселенной Тайна Спасибо тебе, Господь Спасибо, 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 Господь Этим утром действительно обновилась милость Твоя, Боже Это ощущается Это просто даже физически ощущается, Боже Благодарен Тебе, Господь, за 95-й квартал За Кривой Рог За Севгог За Латовку За всех братьев, сестер Благодарю Тебя за церкви За межцерковную раду Боже, и принимая причастие сегодня, размышляя, Боже, об этом И молясь Тебе, Господь, Боже, за Кривбас Молясь Тебе, Господь, Боже Всемогущий Благословен Ты, Царь Вселенной Благословен Господь Святой Великий Бог наш Аминь, аминь, аминь Братья, сестры И также молюсь об исцелении Я сегодня буду молиться И вообще молюсь еще До семинара, конечно, молюсь И во время уже семинара Буду молиться Об исцелении Об освобождении от бесов Это очень сильно связано с исцелением Потому что очень часто люди на практике Христианской Получая освобождение от бесов Они получают и исцеление По крайней мере Частичное исцеление Бывает и полное исцеление сразу Или же процесс исцеления запускается Потому что когда уходят бесы И когда приходит Дух Святой И заполняет нас То Он не может не принести исцеление Он Бог-целитель Он Бог-утешитель А утешение для души и тела Основное Это исцеление Это величайшее утешение Потому что человек душевно И телесно он не может Да и духовно он Не может быть никогда в комфорте В покое В наслаждении Без здорового тела Здоровый Дух Он требует просто здорового тела Он просто Он ожидает Естественно И как бы это логично Это как бы И правильно Здорового тела Вот И это Наоборот неестественно Когда тело больно Как и Дух мертв Это неестественно Когда душа больна Это неестественно Грех Это неестественно Общение с бедствами Это неестественно Это противоестественно Это по сути извращение Всего Здесь творения Вот И болезнь Нищета Проклятие Все Это грех Беззаконие Это все Противоестественные вещи Они не естественны человеку, они противоестественны Просто, к сожалению, много людей за эти 6 тысяч лет, уже много воды утекло, как говорится, много поколений сменилось И уже много людей, особенно в наш век информатики, принюхалось уже и считают, многие считают, что это как бы нормально Что грех это нормально, но на самом деле это противоестественно для человека И человек до конца это не понимает все равно Хотя даже самый отчаянный грешник, он где-то глубоко внутри, я убежден, понимает Любой, как говорится, гому сапиенс, разумный человек, он понимает, что в этом что-то есть противоестественное Любой скряга, жадина, любой коростолюбец, даже если Плюшкин какой-то в «Мертвых душах» Николай Васильевич Тегоголь описал «Мертвые души», он друзьям написал как раз, что в своей книге он описал именно как раз Вот, кстати, был недавно, тоже годовщина Гоголя Вот, значит, и написал, что он описал в этой книге как раз «Мертвые души без Христа» Вот именно состояние души человеческой пороки, главные пороки грехи И вот Плюшкин один из них вот такой, скряга, коростолюбец, вообще он как бы, значит, ну просто гротескно изображен вот такой Не знаю, как назвать даже Ну, грех, воплощенный грех, как бы, воплощенный грех Вот, этот, и, но даже такой человек, он все равно внутри, где-то глубоко внутри, понимает, что это неестественно Вот, а блажение давать, нежели принимать Любой человек это понимает, просто неверующий и далекий, может, человек, может, от Бога Об этом лишь догадывается, и порой лишь, иногда пробивает его, эта истина Вот, хотя, все равно, даже если там человек, вот, атеист из атеистов, кощунник, святотартец Но если он, допустим, там, своему ребенку, внуку, там, допустим, там, или кому-то еще, другу своему, там, что-то дает Да, допустим, даже малость какую И у него внутри все равно есть подсказка, что это блажение даже Он внутри даже глубоко, он там больше порадуется, чем тому, что у него там есть Потому что он отдал, малость даже совсем какую-то Вот, а верующие это постигают опытно в общении с Духом Святым, с Духом Божьим Что действительно это так И блажение давать, нежели принимать, это Божий порядок Это нормально Праведность, это естественно для человека Это нормально для человека Вот, ненормально, паранормально, это грех А нормально, естественно, это праведность, нормально, естественно, это здоровье Это процветание, это удовольствие, это быть счастливым, довольным, радостным Это нормально Спасибо тебе, Господь, спасибо Ну, это, в принципе, все понимают более или менее Даже самые отчаянные атеисты, если заболеет человек, даже если он отрицает Бога и все святое Но когда он заболеет, он все равно интуитивно понимает, что ему нужно исцеляться Он обращается к врачам, медикаментам, кому угодно, чтобы он был здоров Он хочет быть здоровым Это нормально, это естественно Потому что в любом человеке, даже в атеисте, самом последнем на этой планете Есть подсказка свыше от Бога, что такое хорошо, а что такое плохо Вот, слава Богу, спасибо тебе, Господь, спасибо Спасибо тебе, Боже Всемогущий А через кровь Христа, через тело ломи моего Естественный порядок вещей Настоящее, правдошное Оно наше Оно возвращается Оно восстанавливается Естественный порядок вещей Спасибо тебе, Господь За твое прощение Потому что непрощение, это неестественно для человека Это противоестественно, это извращение всего порядка вещей, мышления и всего Человек, он мучается и мучает окружающих Окружающий мир, мучает и растительный, и животный А наипаче самого себя мучает человек непрощением И наоборот, прощение, даже малость прощения испытав Человек, даже не верующий, далекий от религии Он понимает, что это как раз нормально, это как раз естественное состояние человека А наипаче, пережив это прощение от Бога Человек понимает это Вот оно, настоящее, правдошное Нормальное мое состояние Естественное мое, природное мое состояние Спасибо тебе, Господь Потому что Бог на сие создал нам Бог Нас Бог И дал нам залог Духа Святого Спасибо тебе, Господь На сие самое и создал нас Бог Спасибо тебе, милостивый Бог всемогущий. Благодарю тебя, что кровью Иисуса Христа, телом ломимым Господа моего, я прощен, исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Благодарю тебя за действительно милость и благодать твои. Спасибо. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Аллилуйя! За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Аллилуйя! Аллилуйя! Целитель мой, освободитель мой. Благодарю, о Дух Святой, ты всегда со мной, утешитель мой. За все я благодарю, я тебя, мой Бог, люблю, я тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарю, Благодарю тебя, мой Бог, Отец, мой Папочка, Бог, Егова, Творец неба и земли. Ты всегда со мной. Спасибо тебе, Господь, утешитель мой. Спасибо за кровь святую, агнца твоего, спасибо за жизнь, спасибо за исцеление, за освобождение, аминь. Спасибо, спасибо. О, спасибо, спасибо, спасибо. Братья и сестры, возьмите себе тоже хлебушка, налейте себе сок, если нет сока, просто воды налейте, вот, и вкусите сейчас, да, хлеб и воды, даже хлеб и воды просто, но рассуждайте о теле и крови Христа, о теле и крови Господа Иисуса. Тело Христа примите сейчас, братья, источника бессмертного вкусите, аминь, аминь. 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 Исцеленная кровью Иисуса Христа. Восстановление приходит сейчас. Восстановление и внутренних органов, внешних, кожного покрова, ногтей, зубов, во имя Господа Иисуса Христа происходит через вкушение тела и крови Христа, размышления наше, рассуждения. Рассуждаем о теле и крови Христа. Кровью Христа я прощен, исцелен, милостью спасен, спасибо тебе. Аминь. 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 все благодарю тебя за жизнь вечную благодарю тебя за спасение благодарю тебя за кровь святую пролитую на голгофском кресте 2000 лет назад ради нас ради мира с нами ради этой благодати ради исцеления нашего ради прощения ради восстановления ради освобождения спасибо тебе господь спасибо тебе за все благодарю тебя лихаем за жизнь мира ты отдал свою жизнь за жизнь аминь 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 спасибо тебе господь спасибо спасибо тебе господь за то доброе утро начало нового дня продолжение уже дня был вечер и было утро день 4 благодарю тебя господь за четвертый день твоего творения воспоминания боже благодарю тебя господь благодарю тебя что ты дал нам господь 6 дней трудиться и дал нам день покоя спасибо тебе господь спасибо за благодать твою свобода через кровь христа свобода через кровь христа исцеление через кровь христа прощение через кровь христа силы тьмы трепещут они побеждены дух душа и тело совершенно спасены есть совершенное спасение спасенье через кровь христа спасение через кровь Исцеление через кровь Христа Спасение через кровь Христа Спасибо тебе, Господь, за спасение через кровь Христа Благодарю тебя, Господь, за все Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа исцелила меня Аллилуйя Кровь Христа освободила меня Кровь Христа исцелила меня Кровь Христа благословила меня Аллилуйя Слава и хвала за кровь Твою Слава и хвала за кровь Твою Слава и хвала за кровь Твою Иисус Христос Иисус, Иисус Господь Любящий мой Бог Спасибо тебе, Господь, спасибо Спасибо, Господь, спасибо за это доброе утро Спасибо, Боже, Всебогущий За благодать Твою Благодарю тебя Спасибо, спасибо Благоставляю вас, братья и сестры, дорогие друзья Во имя Господне Благоставляю в завершение этой утренней трансляции С утренней молитвой Благоставляю вас из кривого рога Благоставляю вас Небесным святым Божьим благоставением Священническим Благоставляю свою семью Благоставляю сегодня супругу свою Инну Сергеевну Детей наших, внуков наших Котов наших Всех наших благоставляю Благоставляю вас и ваши дома Родных, ближних Все ваше благоставляю Во имя Господне Аллинуя Спасибо тебе, Господь Благоставляю Кривой Рог 95-й квартал Где сейчас нахожусь Благоставляю Боже Исевгог Благоставляю, Господь, Боже, там Это духовное пробуждение Господь спасение Этих реабилитантов сейчас И те, кто еще на пути к реабилитации И те, кто уже проходит реабилитацию И в Латовке там Благоставляю братьев, сестер сейчас Братьев там этих На реабилитации И все, кто там Находятся сейчас Во имя Иисуса Христа Благоставляю, Господь Во имя Иисуса Аллинуя Да благословит тебя, Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя, Господь Святым лицом своим И помилует тебя Да обратит, Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Товарищи Нет ни в ком другом спасения Аминь Усим гарного дня С Господом Пастор Сергий Дякую за спильную молитву Аллинуя Аминь Благоставляю вас всех Во имя Господня Также Вот И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа Пребывается всеми нами Аминь И благоставляю Израиль Благоставляю Иерусалим Благоставляю еврейский народ Благоставляю Во имя Господа Иисуса Христа Кстати Такой анекдот получился В Украине В жизни Такие бывают анекдоты Что даже и Не услышишь такое Нигде больше Во второй тур Вышло два человека В Украине На пост президента Баллотируясь Было много Осталось только двое Один из них Украинец Которого все Почему-то многие считают Евреем Другой еврей Которого Многие считают Украинцем Интересно очень Так вот В жизни Такие бывают Анекдотичные истории Но самое главное Кто бы не был бы Президентом Мой президент Машиах Мой президент Сам Спаситель Христос Иисус Христос Гряди Господи Иисусе Над землей Лишь один Господь Иисус Христос Над землей Лишь один Господь Иисус Христос Над землей Лишь один Герой Иисус Христос Президент Лишь один Господь Иисус Христос Бог лишь Один Над всей Вселенной Ах, Господь Иисус Наш президент Машиах Есть песня хорошая Наш президент Машиах Аминь, аминь, аллилуйя Благословляю всех вас, братья, сестры Дорогие друзья Все с Богом Мир всем вам Аллилуйя Мир и благодать умножатся Да, слава Богу Аллилуйя